Вот, например, у того же Соловьева часто бывает эксперт Андрей Гурулев. Хочу вас спросить, как вы относитесь к его последнему предложению уничтожить 20% людей, которые против, не поддерживают Путина? Я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президента, а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня, что вся вот эта гниль, которая осталась, она должна быть, ну, если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена. Вы даже, я это видео посмотрел, обычно не смотрю, а, по-моему, Андрей его зовут, да? Андрей Гурулев, по-моему, он был вполне трезвый, и он произносит фразу, говорит, что этих 20 людей надо каким-то образом изолировать, изолировать, и он поставил запятую, а дальше не придумал, что ему сказать, и такой говорит, или уничтожить. И, видимо, сам тут же понял, что произнес какую-то чушь. Ну, на самом деле он даже не это имел в виду. Произнес, и вот с этой чушью теперь все бегает. Я думаю, что это несчастный этот генерал, как бы в пылу риторического посыла, произнес глагол, который он даже не подозревал. Да, но понимаете, в чем проблема? Такое бывает. Но Комитет по этике при этом сказал, что, ну, ничего страшного. Кто сказал? То есть комиссия, которая проходила в Госдуме по этике... Вы меня, понимаете, вы меня как бы используете как главу общественной палаты. Я не смотритель за Гурулевым, за Соловьевым. Вы бы считали правильным, чтобы этого человека показательно наказали за то, что официальное лицо говорит такие слова? Конечно, он должен был как-то объясниться, потом сказать, ребят, извините, я погорячился, вот как бы этот, ну, я даже это не имел в виду. Я надеюсь... Я вообще думаю, что он это сказал. Не сказал? Я не знаю, сказал или нет, просто Следственный комитет не стал ничего возбуждать, но я уверена, что если бы кто-то из либералов сказал что-то подобное с другим знаком... Да и отправился бы он на 8 лет. Ну, нет, нет, нет. Понимаете, получается, радикализм с одной стороны, он оправдывается. Не до такой степени. Ну, Вань, понятно, война, и у нас есть какая-то государственная позиция, и эти люди какие-то вещи произносят. Вот сейчас эти лица войны, эти условно зет-ломы, назовем их так, лидеры общественных мнений, они же очень часто спускаются сами в какую-то берлогу людоедов и тем самым дискредитируют всю вашу идею русского мира. Большие зет-ломы. Вот Маргарита Семаньян, друга вспомнит, которая, значит, рассказывала, что будет, если бомбу взорвать. Ничего не будет на земле. Ничего такого страшного. Не ядерные зимы, которые все боятся. Вот Соловьев кричит по-немецки дурным голосом. Гурулев. И это все производит впечатление... Ну, слушайте, ну, хорошо, Соловьев, ладно, Марго, это все-таки ваша, видимо, бывшая подруга, вы про нее как бы и сами расскажите мне. У меня не настолько... Вообще, это ваша подруга, я с ней никогда не в какие-то... Нет, ваша, нет, хорошо, моя подруга Марго, но дело в том, что, ну, ладно уж, вот Марго и Володя Рудольфович, ну, Гурулев, ну, что это, ей-богу, ну, это уже не топ уже, честно говоря. У нас этих генералов, там, 10 ходят по всем студиям, и есть, ну, там, 9 из них очень корректно всегда излагают свою генеральскую точку зрения, никогда не оскорбляя украинскую сторону. Вот вы вытащили этого Гурулева, и как бубенчиком извините передо мной.